Они познакомились в мае 1916. Молодой штабс-капитан Михаил Зощенко прибыл с фронта в кратковременный отпуск в Петроград. Он выглядел эффектно. Военная форма, белый башлык, который выгодно подчеркивал оливковый оттенок его смуглой кожи. Про свой необычный оттенок кожи Зощенко рассказал девушке так. По семейной легенде, одним из предков был итальянец-архитектор, а по-русски Зочий, оставивший потомкам карие глаза и оливковую кожу. Будто бы спустя сто с лишним лет фамилия Зощенко превратилась в Зощенко. Кстати, был в Ленинграде один кондуктор трамвая, который всегда объявлял улица Зощенко-Росси вместо Зодчего-Росси. Молодые люди весело проводили время, катались на лодке, общались, но по-настоящему близкими стали много позже. Михаил тогда написал Вере в альбом. «Мы, мужчины, не верим в любовь, но говорим, преступно говорим, иначе нет дороги к женскому телу. Не ищите любви, верьте страсти». Вера Кербиц на момент их знакомства уже пережила свою первую несчастную любовь и первое замужество. Она была хорошенькой и про себя так написала. «Все же я не дурна собой. Выше среднего роста, тоненькая, изящная, у меня каштановая с золотистым отливым волосом. Беспорядочная кудрявая головка. Не модно, но стильно. Мой стиль. Личико маленькое, миловидное. Когда подвожу ресницы и брови, а то и губы, получается совсем неплохо. Глаза не маленькие, голубовато-зеленые. У меня бывает нежный певучий голос, когда я захочу. В большинстве случаев говорю быстро, как будто тороплюсь скорее высказать то, что надо сказать. В детстве папа звал меня Тараторкой. Когда я говорю об интересном, вся загорающая и в глазах зажигаются искорки». В юности Михаил тоже пережил свою первую любовь. Эту любовь он будет помнить всю жизнь. Ее звали Надя. Она жила в том же доме и была дочерью генерала. Они виделись каждый день, но Надя посылала ему еще и письма в красивых, надушенных конвертах, над чем посмеивались его сестры. Как и он, Надя была гимназисткой. Им было по 16 лет. Они обращались друг к другу на вы, даже когда говорили о любви. И шли в кино, чтобы в течение всего сеанса два часа целоваться, поскольку на улице это считалось неприличным. Зощенко неоднократно упоминал Надю в своих произведениях, а ее фотография какое-то время стояла у него в кабинете, когда он уже был женат. Он писал, «Я ее очень любил, и эта любовь не прошла до сих пор». Однако после того, как он ушел, на фронт и долгое время не писал ей, Надя по настоянию отца вышла замуж за богатого человека и после октября 17-го уехала в эмиграцию с мужем и ребенком. Именно к Русановой приезжал с Зощенко в тот отпуск, когда впервые встретил Веру. Тогда с Надей они поставили точку в своих отношениях. Он вернулся в свой полк, на фронт. Воевал еще год и каждый день мог быть убит. К концу войны он имел пять боевых орденов. Чин штабс-капитана был представлен в капитаны. Зощенко так написал в повести «Перед восходом солнца» о своем участии в Первой мировой. «Но это не означало, что я был герой. Это означало, что два года подряд я был на позициях. Я участвовал во многих боях, был ранен, отравлен газами, испортил сердце». В феврале 17-го его военная служба завершилась. Начались поиски работы. Летом 17-го при Керенском Зощенко стал комендантом всех почт и телеграфов Петрограда. При советской власти был секретарем суда, инструктором по кролиководству и куроводству. Сменил 12 городов, служил милиционером, щитоводом и сапожником. Он воевал в Красной армии под Ямбургом и Нарвой, но после нового сердечного приступа был демобилизован и в результате вернулся в родной Петроград. И начал ходить в литературную студию к Корнею Чуковскому. Зощенко еще с гимназических времен тяготел к сочинительству. За выпускное сочинение в гимназии, написанное от души изысканным языком с пышными эпитетами, Миша получил единицу с припиской «Чушь», из-за чего впечатлительный мальчик выпил яду. Повезло, врачи его спасли. В Петрограде в его жизни снова появилась Вера. Ее первым мужем был Виталий Мартанус, фронтовик, прапорщик и георгиевский кавалер. Муж ее разочаровал. Совсем обыкновенный, совсем будничный, даже неумный и малообразованный. Потом этот будничный и неумный, с ее слов Виталий, станет советским и польским генералом. А Михаил стал для нее идеалом мужчины. Их роман развивался стремительно. Из «Немника Веры». Это была ночь его рождения. Он сказал мне тогда, сегодня мое рождение. И я, лукаво улыбаясь, спросила, что же вам подарить? И он шепнул, себя. Зощенко настолько был увлечен ею, что задавал себе вопрос, чем околдовала меня эта маленькая женщина. Он писал, я люблю ее, мне почему-то не хочется, страшно и стыдно признаться даже себе. Я слишком высоко эгоистично расцениваю себя в жизни. Знаю, что меня можно прельстить телом, но никогда не думал, что покорить неведомое мне обаяние. Михаил так объяснился ей в любви. Я влюблен в солнечный зайчик и в вас. А Вера писала в своем дневнике. В его отношении, в его обращении со мной проскальзывал сквозь нежную ласку, внимание и предупредительность. Такой знакомый тон, милый и ненавистный, тон собственника. Взаимоотношения между ними с самого начала складывались сложно и неровно. Зощенко дважды делал ей предложение. На первое он получил отказ. У нее был другой вариант устройства личной жизни. На второе предложение Вера заявила. Я хочу свободного брака. Зощенко ответил. Нет, брак так брак. Никаких свобод. В третий раз предложение о браке озвучила уже она. Зощенко так рассказала о том, как состоялся их брак в 1920. На тележке маленький письменный стол, два кресла, ковер и этажерка. Я везу эти вещи на новую квартиру. В моей жизни перемена. Я не мог остаться в квартире, где была смерть. Одна женщина, которая меня любила, сказала мне, ваша мать умерла, переезжайте ко мне. Я пошел в ЗАГС с этой женщиной, и мы записались. Теперь она моя жена. Я везу вещи на ее квартиру, на Петроградскую сторону. Впервые это было напечатано в 1943, и этот сдержанный тон, с которым он говорит о ней, определялся их тогдашними отношениями. А поначалу старенький диван, на котором было тесно, но никогда не было холодно, вдвоем однажды сломается с грохотом, не выдержав напора страстей. В мае 21-го родился их с Верой сын, названный Валерием, или по-домашнему Валей. А потом Зощенко отдал в печать свой первый сборник, рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова, который имел большой успех. Семья переехала в квартиру побольше, чтобы у Михаила был свой отдельный кабинет. Но Михаил рассудил иначе и съехал от семьи в новомодный дом искусств, расположенный в особняке Елисеева на углу Невского и Мойки. Там ему и другим литераторам выделили крошечные комнаты. Развода не было, а якобы просто временная мера, пока ребенок не подрастет и не перестанет кричать. Хотя сына Зощенко искренне любил. Между мужем и женой отношения не складывались, в них не было ни нежности, ни ласки. Но семью Зощенко не бросает, наезжает время от времени и регулярно шлет продукты и письма. Правда, теперь они мало напоминают прежнюю романтическую переписку. С совершенным своим решпектом посылаю вам, жена моя вера, один малый куверт песку, сахарного рафинада, другой малый куверт, но побольше белой вермишели и вовсе малый оковалок свинины. Засим предваряю вас, что жизнь в Санкт-Петербурге слаще в холостом образе, чем в женатом, и даже жизнь эта сладчайшая. На все попытки супруги вернуть прежние отношения он говорил, Веруша, так у всех, любовь из пальца не высосешь, и кричал жене, я заболеваю после разговоров с тобой. В ответ на ее, так не приходи, кричал, что я имею право на обед и заботу о моем белье, и помощь в переписке мне нужна, ты ведь жена? Теперь уже не Вера, а он выступал за свободные отношения. Зощенко был настоящим джентльменом, утонченным франтом, сам же и издевался над персонажами, списанными с себя. Такой интересный красавец, таняга, одевается, такой вообще педант и любимец женщин, и при этом имеет имя Лютик. Где бы он ни появлялся, женские взгляды сразу обращались к нему. Он получал уйму писем и записочек. Дорогой товарищ Мими, дело в том, что мы в вас по уши втрескались, то есть в ваше произведение, будущие повара Рая и Тамара. Он понимал женское сердце, красиво ухаживал, но вел он себя при этом невозмутимо и предоставлял женщине право последнего шага на тропе их взаимного влечения. Ассортимент его женщин был самый разнообразный. От жен партийных чиновников до студенток и фабричных девчонок. Главное в выборе, что они не были похожи на капризную веру. И ведь писатель всегда выходил сухим из воды. Его романчики злые языки прозвали офицерскими. Так легко он их заводил и так легко расставался. Никаких скандалов, претензий, драк с обманутыми мужьями и неожиданных беременностей. Тем временем Вера вместе с приходом в семью материальных благ расцвела и приоделась. И тоже захотела праздника для души. Если уж свободный брак, то будет справедливо, если для обоих. Михаил поморщился и выставил главное условие. Все должно быть прилично. Прилично у нее не получилось. О своей жизни она написала. Началась моя двойная жизнь, и это было так сложно, так мучительно сложно и тяжело. У нее своя, отдельная от мужа компания, наш кружок, где среди прочих поклонников даже был ее придворный поэт. В это время у Веры набирал силу ее роман с большевиком Николаем Авдашевым, вторым секретарем Петроградского райкома партии. И на страницах дневника она пишет. Авдашев был вчера, и нелепо в душе росла нежность, и глаза говорили, люблю тебя, мой милый. Как странно, только с ним, с большевичком, с таким простым-простым человеком, мне, изломанной интеллигентки, было по-настоящему хорошо. И вот как она описывает окончание этого своего романа. А в вечер нашей последней встречи с Николаем случилось непоправимое. Случилось то, что навсегда надломило нашу жизнь с Михаилом, подорвало его веру в меня и в мою любовь к нему, что стало трагедией всей моей последующей жизни. Забывшись в тот последний вечер, я сделала непоправимую ошибку. Я не могла отказать в близости любимому, думаю, что теряю его навсегда, что навсегда расстаюсь с ним. А Михаил? Михаил был за стеной, и он все понял. Когда Николай ушел, какой мучительный, какой тяжелый разговор с Михаилом пришлось мне вынести. Я знаю, в этом, в последнем, я была не права перед ним. Я не пощадила его гордости, его мужского самолюбия. В его доме, почти на глазах, я отдалась другому. Это было нехорошо, я не имела права так забыться. Но что же делать? Это было сильнее меня. Но во всем остальном я права. Во всей своей жизни права. Я всегда хотела от Михаила одного — любви. Он ее мне не давал. Никогда не давал. Все было так страшно, сложно, так неразрешимо. В общем, жизнь пошла по старому руслу и снова была близость с Михаилом. К удивлению, супруги не расходятся. Напротив, покупают большую квартиру и снова съезжаются, поделив квартиру на две половины. Вера оголтела, взялась обставлять свою половину квартиры на гонорары мужа. Еще в юности она сделала такое признание. Хочу роскошь и довольство, а в роскошь и в богатстве так много красоты, так много поэзии и наслаждения. Откуда-то взялась огромная кровать в стиле Людовика XVI, украшенная пошлыми розочками, многочисленные фарфоровые статуэтки и картина с золочеными рамами. А в углу раскидистая пальма. Однажды пришедший к ним в гости критик Шкловский воскликнул. «Пальма! Миша, ведь это как в твоих рассказах!» Зощенко смутился и растерялся. Раньше он этого всего вокруг как-то не замечал. Он, конечно, ругал жену за частые денежные перетраты. На что она отвечала? Но ведь так трудно было все учесть. Тут бывали и лишние гости, иногда лишние покупки. А ведь зарабатывал он тогда достаточно. И, право, совсем не стоило брониться из-за таких пустяков. Между супругами произошел серьезный разговор. Вера в дневнике написала. «Недавно, третьего дня, говорила с ним до пяти часов утра. Он говорил, что когда женился на мне, думал, что я принесу ему в жертву всю жизнь, что я буду беззаветно любить его и его искусство. А я хотела, чтобы меня любили. В этом вся роковая ошибка. Он говорил, «Я был очень маленький, когда женился на тебе. Я не перебесился. Я знал очень мало женщин. И когда я понял, что не должен был жениться, я от вас уехал, стал жить один. Я хотел чувствовать себя свободным, не связанным ничем и никем. Может быть, нам нужно было тогда и разойтись?» Хорош бы он был, если бы разошелся со мной тогда. Прожив с женщиной все самые трудные годы, с 17 по 22, оставить ее и ребенка, лишь только вышел на широкую дорогу. Нет, он все-таки был достаточно благородным человеком, чтобы не поступить так. Теперь Вере было странно вспоминать, что когда-то ее тело было желанным подарком для Михаила на день рождения. Пылая страсть давно исчезла. Вместо себя она теперь подарила ему на день рождения банку абрикосового варенья, одеколон шипр, и он был счастлив. Как-то он ей заявил, «Ты старая баба, иди к черту, ты мне надоела». А Вере было всего-то 29 лет. К этому моменту Зоченко стал знаменит настолько, что Чуковский говорил ему, «Счастливый мой Миша человек. 150 миллионов жителей страны вам должны завидовать. Все при вас. Талант, деньги». Но Зоченко признавался, «А у меня одна тоска на душе. Одна тоска. А люди, я убегаю от них. И если они придут ко мне в гости, я сейчас же надеваю пальто и ухожу. У нас так условлено за женой. Чуть придет человек, она входит и говорит, «Миша, не забудь, что ты должен уйти». Это отравление газами в Первую мировую давало о себе знать приступами паники и отчаяния. Они накатывали внезапно. Ему вдруг начинало казаться, что за ним следят. Потом паническая атака кончалась. Он приходил в себя, но долго через депрессию и тоску. Тогда подобные болезни толком не знали, как лечить. Походу к врачам результаты особо не давали. Однажды знаменитый психиатр посоветовал Михаилу прочитать пару рассказов писателя Зоченко перед обедом. «Доктор, я и есть Зоченко», — ответил он. Сам Зоченко считал, что в жизни веселого мало, что его рассказы скорее грустные, чем веселые. Но когда их сочинял, то хохотал так, что соседи возмущенно стучали в стены. К сорока годам тоска измучила его окончательно. Зоченко не мог ни есть, ни спать. Тогда-то и состоялся тот самый визит к психиатру. Михаил понял, что спасти себя может только он сам. Вовремя попалась под руку книга Фрейда «Теория неврозов». Он начал погружаться в собственное прошлое, заниматься психоанализом самого себя и почувствовал, что выздоравливает. С тех пор никаких приступов тоски, зверский аппетит и отличный сон. И тут он решил, что, описав свой путь избавления от несчастий, он принесет гораздо больше пользы обществу, чем написанием сатирических рассказов. Так стала рождаться автобиографическая повесть перед восходом солнца. По его мнению, главное дело всей жизни. Началась война. На фронт Зоченко не взяли. Ему было 47 и больное сердце в придачу. Он до безумия переживал за свою новую книгу. Немецкие бомбы пару раз падали вблизи, и пламя огня лизала страницы. Вскоре ему предложили эвакуацию в Алма-Ату. Семья осталась в Ленинграде. Сын Валька в рядах ополченцев защищал подступы к родному городу, и Вера наотрез отказалась покидать сына. Зоченко слал семье посылки и деньги. Да так часто, что почтальонша позавидовала Вере. «Какой у вас муж заботливый!» Сам Михаил недоедал и был настоящим дистрофиком. Спасла Зоченко от голодной смерти его прежняя любовь, Лидия Чалова. Когда-то в начале их романа Михаил удивил всех диковинным ананасом, который подарил этой роковой женщине. Он вызволил Лидию с ее матерью и сестрой из блокадного Ленинграда, что было совсем непросто. Чалова пишет об их встрече в 42-м так. «На Алма-Атинском вокзале, когда я впервые взглянула на Михаила Михайловича, то глазам своим не поверила. Я видела дистрофиков в Ленинграде. Сама была почти что дистрофик. Но чтобы здесь, в глубоком тылу, так ужасно мог выглядеть человек, нет, это было невыносимое зрелище. Я спросила, как ему удалось довести себя до такого состояния. Он сказал, что получает 400 граммов хлеба, половину съедает, а половину обменивает на пол-литра молока и луковицу. Таков, мол, его дневной рацион. Она вызвала врача. Он определил дистрофию, написал справку. С помощью этой бумажки Зощенко стал получать питание из больницы совнаркома. Лидия Чалова спасла здоровье Зощенко, а, возможно, и жизнь. В это время он просто изнурял себя работой над книгой. Из-за этой книги кончилось его везение и благополучие. Чалова писала. «Потом я не раз слышала от самых разных людей. Зощенко, мол, сам виноват, что попал под разгром. С чего это он вдруг во время войны занялся самокопанием?» Он понимал, что книга его не ко времени. Но что ему было делать? Он говорил, что у него плохое сердце, и он страшно боится умереть, не закончив книгу. Еще не дописав, он едет проталкивать ее в Москву, оставив Лиду с ее сестрой и мамой в Алма-Ате. Пишет ей счастливые письма. Роман печатают в журнале «Октябрь». Но публикация книги была запрещена. Посыпались гневные рецензии. Зощенко называли даже дезертиром, укрывшимся в тылу, когда другие воевали. Лидия ринулась к нему в Москву, чтобы поддержать. Он хочет вернуться в Ленинград и спрятаться ото всех. Но и Ленинград Зощенко не принимал. Не давали разрешения вернуться. Опальный Зощенко был городу не нужен, а ведь в 1929-м он был назван самым известным человеком города. И тут уже в который раз его спасает Лидия Чалова. Оказавшись в Ленинграде, она хлопочет о возвращении Зощенко, хотя и понимает, что это приведет их к расставанию. Он окажется дома, в семье, а она снова ни при чем. В апреле 1944-го Зощенко возвращается в Ленинград, входит в свой дом. Вера пишет в своих воспоминаниях, что он появился сильно постаревший, равнодушный и отчужденный. Он прожил эти годы с другой. Она любила его, переживала, помогала, а здесь давно уже нет никаких чувств. И он сразу ушел в свою комнату, где стоит его привычный письменный стол. Молодую, красивую и любящую его Лиду Зощенко оставляет. Как тут не вспомнить одно из его ранних писем? А что касается любви, то это, вероятно, не совсем доступно моему воображению. Так, наверное, и проживу, как всегда жил. Зощенко, конечно, вспоминал сладкий вкус Лиды, писал ей жалобные письма и даже ходил к ней обедать. Но выбор свой сделал. Годы прошли, жизнь его потрепала. Зощенко изобразил этот грустный период своей жизни с безжалостной иронией. Вот он, в надежде подправить свою увядшую внешность, покупает в комиссионке модное пальто и выходит на бульвар, в отчаянной надежде вернуть прежние успехи. Я выхожу на Тверской бульвар и выступаю, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю по ногами. Женщины искосо поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха. Мужчины те смотрят менее косо. Раздаются ихние замечания, грубые и некультурные замечания людей, не понимающих всей ситуации. Там и сям слышу фразу «Эва, какое чучело!» Поглядите, как подлец нарядился. Как говорят, ему не стыдно. Навернул на себя три километра материи. Меня осыпают насмешками и хохочут надо мной. А когда меня, между прочим, спрашивают, сколько мне лет, я называю цифру. И вдруг от этой почти трехзначной цифры прихожу в содрогание. Ах, вот от чего на меня не смотрят, говорю я сам себе. Я попросту постарел. А я было хотел свалить на гардероб недостатки своей личной жизни. Надо сказать, что, вернувшись в семью, Зощенко и здесь проявил свои лучшие качества и, прежде всего, благородство. Когда у сына Валеры родился сын, вдруг поднялся крик, что ребенок вовсе не от Валеры. И тут Михаил твердо заявил, что внука признает и говорит гадости никому не позволит. В 46-м вышло новое постановление, где в качестве очередного антисоветского пасквиля Зощенко был назван детский рассказ «Приключения обезьяны». Уже через две недели его исключили из Союза писателей. Семья осталась без продуктовых карточек. Работу найти было невозможно. Спасали конверты с деньгами в почтовом ящике от некоторых верных друзей и незнакомых поклонников его творчества. Зощенко пришлось вернуться к забытому мастерству сапожника, которое спасало его в годы гражданской войны. А тот антиквариат, который Вера с увлечением скупала в 30-е, превращался в хлеб и постное масло. После смерти Сталина Зощенко предложили восстановить его членство в Союзе писателей, снова начать печатать его произведения, если он опубликует что-нибудь порочащее вождя всех времен народов. На что Михаил сказал «Я никогда не был и не буду ослом, который пинает мертвого льва». В 58-м на торжественном обеде в честь 90-летия со дня рождения Максима Горького Зощенко впервые за долгое время появился на публике. Все ужаснулись тому, каким он стал за годы забвения. Возраст и травля усилили нервное расстройство Зощенко. Временами он не мог есть из-за нервных спазмов в горле. Корней Чуковский так его описывал. «Это труп, заколоченный в гром. Даже странно, что он говорит. Говорит он нудно, тягучо, длиннейшими предложениями, словно в труп вставили говорильную машину. Через минуту такого разговора вам становится жутко. Хочется бежать и заткнуть уши. Задушенный, убитый талант. Я по его глазам увидел, что он ничего не пишет и не может написать. Не позавидуешь и Вере. Муж вернулся к ней в самые тяжелые годы их жизни. Сын, с трудом поступив в институт, стал театроведом, но на приличную работу не мог устроиться и обвинял во всем отца. Выпавшие на долю супругов испытания не сплотили их, а наоборот только отдалили. Но в самом конце их общего пути утраченный мир вернулся в семью. Измученное сердце писателя отказывалось биться. Вера бегала за врачами, сидела у его постели. Он стал называть ее, как когда-то, Верочкой, а она его детка. Писателя радовала единственная персональная пенсия. Зощенко был счастлив, но не за себя. Веруша, теперь я за тебя спокоен. Умру, ты будешь получать половину моей пенсии. Завтра надо завещание. Деньги, Валечки. Перед смертью Зощенко прижался к жене, положил голову ей на плечо и грустно сказал. Как странно, Верочка, как странно. Как же нелепо я живу. Если вам было интересно, подписывайтесь и не забудьте нажать на звоночек уведомлений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!